Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как с помощью онлайн-сервиса работать с графическими изображениями. Часто так бывает, что необходимо быстро обработать фото или изменить размеры картинки, а под рукой нет нужного графического редактора. При этом вы без компьютера и можете воспользоваться ноутбуком с доступом в интернет вашего коллеги. В таких случаях на помощь приходят онлайн-сервисы и сегодня покажу один из них. Это сервис с тяжелым названием для произношения Pixlr от компании Autodesk, которая известна такими программами для профессионалов, как AutoCAD, 3D Max, Maya и другие. Pixlr состоит из трех онлайн-сервисов. Это полноценный онлайн-редактор, экспресс-редактор и Pixlr-Oromatic – сервис по добавлению фильтров на ваши фотографии. Переходя в последний, я могу сделать фото с веб-камер или загрузить со своего компьютера. Также для примера можно поработать с тестовыми изображениями. Загрузив фото со своего компьютера, я с легкостью меняю фильтры, просто нажимая на предложенные варианты. Это очень похоже на всем известный Инстаграм. Также можно обрезать фото до нужного размера или воспользоваться кнопкой случайного подбора фильтра. Перемещая стрелку в круговом указателе по центру в синюю зону, я перехожу в другой набор фильтров, которые накладывают определенные эффекты, например, в виде потертости. Переходя в третью желтую зону, я могу выбрать разные варианты рамок. После того, как я завершил работу, я могу сохранить полученную картинку на свой компьютер. Возвращаясь в основное меню, я перейду во второй сервис – Pixlr-Express. Здесь я могу открыть фото со своего компьютера, либо импортировать изображение, если я знаю прямую ссылку в интернете, а также могу снять на веб-камеру. Еще здесь есть возможность сделать коллаж. Название сервиса говорит само за себя. Здесь можно быстро провести манипуляции с изображением, например, изменить яркость, контрастность и другие настройки цветовой схемы, а также применить фильтры и добавить изображение из библиотеки, либо добавить текст. Все очень минималистично, понятно и функционально. После работы с изображением его можно сохранить на свой компьютер. Теперь я создам коллаж, нажав на соответствующий раздел. Добавляю несколько изображений со своего компьютера, после чего могу изменять настройки отображения, уменьшать или отдалять, а также скруглять углы и менять фон. Также могу выбрать варианты коллажа в зависимости от пропорции и количества фото. Результат, конечно же, можно скачать на компьютер. Снова возвращаясь в основной раздел, теперь перейду в полноценный графический редактор Pixlr-Editor. Нужно сказать, что внешне и по стандартам функционалу он очень близок к фотошопу и имеет практически все те же возможности, что и всем известный редактор. Есть полноценная работа со слоями, фильтрами и инструментами. Для начала открывается меню, где можно выбрать, откуда загрузить изображение. Кстати, у редактора есть приложение для мобильных устройств. Для начала выберем «Загрузить из библиотеки», где можно подключить свои аккаунты Google, Facebook и Flickr. Это очень удобно, если вам нужно обработать изображение, которое находится в ваших облачных сервисах. Далее можно загрузить изображение, зная прямую ссылку на него в интернете. Для примера я уже скопировал ссылку и загружу изображение сюда. Теперь я нажму на вкладку «Файл» и в меню сверху нажму на «Новый рисунок». Открывается меню, где можно указать нужный размер чистого листа, а также выбрать, будет ли он прозрачным или белым. Также из меню «Файл» можно загрузить изображение с компьютера. Перейду обратно на чистый лист и попробую основные инструменты, например, карандаш, который имеет несколько вариантов начальных настроек. И с помощью него может получиться интересный рисунок. При выборе инструмента «Кисточка» есть также несколько вариантов. Естественно, что есть цветовая палитра и можно применять любой цвет. Как я уже говорил, основные меню редактора очень похожи по содержанию на Photoshop, поэтому можно сказать, что этот редактор очень функционален. Теперь я покажу, как с помощью редактора очень быстро можно изменить размер изображения. Это может пригодиться, когда вы собираетесь загрузить фото с фотоаппарата в социальную сеть или на свой сайт, чтобы сократить размер. Или, например, когда вы должны сделать небольшой баннер определенного размера, который отличается от размеров исходной картинки. Для этого я загружаю исходное изображение со своего компьютера. Как видно, оно имеет размер 228 на 59 пикселей. Мне же нужен баннер размером 150 на 66. Итак, как сделать такой размер? Для начала нажимаем на вкладку «Меню изображения» и «Размер изображения» и меняю ширину до 150 пикселей. Теперь, так как высота баннера меньше, чем 66, нужно изменить размер холста, что и делается в соответствующей вкладке «Меню изображения». Необходимо выбрать центральный квадратик, чтобы поля добавились с двух сторон. Чтобы убрать белые полосы, нужно воспользоваться инструментом «Пипетка» и узнать, какой цвет рядом. После чего выбрать заливку и изменить цвет полосы на нужный. После окончания редактирования я могу сохранить баннер на свой компьютер, либо выбранные подключенные облачные сервисы. Таким образом, Pixlr — это функциональный набор инструментов для работы с изображениями, к которому можно получить доступ с любого компьютера, подключенного к интернету, а полноценный графический редактор может заменить привычный Photoshop.